всем привет сегодня у нас 1 февраля и сегодня мы наконец-то добрались до компании соломон просьб было довольно много и наконец-то вуаля гетто спорт говорит о об этом потрясающим бренде соломон франсуа соломон основал свою компанию в 1947 году аккурат через пару лет после того как закончилась вторая мировая экономика была на подъеме все-таки на бодрячке что-то делали устанавливались собственно город анси если быть точным и франсуа начал с того что он делал полотна для пил обычных пил а еще потом он начал делать канты для лыж и стал ну достаточно востребованным мастером своем деле и понеслось повертелось а еще он создал компанию вместе со своим сыном его звали джорджик джорджик потом возглавил компанию и на его счету довольно много изобретений связанных вообще с новаторством в горных лыжах жили они недалеко от альп соответственно все это дело там испытывалось короче динамика была бурна и соломон рос от дня к дню вообще очень крутая лыжная компания если уж говорить вот так прямо да реально куча патентов они кучу все придумали сноублейда это их изобретение первые крепления на тросиках это их изобретение миллион различных изобретений но это нам не так интересно потому что мы все-таки сегодня будем говорить о сноубордах сноуборда стартовали у компании соломон в 1997 году в том же году компания adidas покупает соломон с целью сделать компанию adidas соломон ага ага это то же самое что акционерное общество в россии грубо говоря они мощно стрельнули получили дополнительное финансирование и у них понеслась полная линейка сноубордов на тот момент кстати соломон уже владел компанией bonfire bonfire занимался производством сноубордической одежды пуханчики у них какие были прикольные и в общем то с этого момента они почувствовали запах денежек от сноубордической индустрии она еще была в зачаточном состоянии но вот оно вот пошло вверх и они решили что пора гасить с 97 года появляются сноуборда соломон помимо сноубордов у них есть и ботиночки и крепления adidas соломон достаточно успешно на мой взгляд слились в этом едином порыве под заработать деньжат у них занимаются медали за них катается candito vex это тот чувак на лыжах который катается на данный момент на другом бренде но который катается без снега на лыжах по камням по лесам посмотрите это видео оно абсолютно сногсшибательное вот он катается за соломон уже файпе по моему он берет какие-то медали куча про райдеров дэвид беннетен присоединяется к ним тоже становится чемпионом всего что можно было быть чемпионом короче все качает и в 2005 году гром среди ясного неба adidas продает соломон в другую компанию она называется amersports amersports это финский конгломерат можно так сказать такого спортивного направленности ему принадлежит херова туча брендов артерикс но по моему даже артерикс от соломона перешел к ним ему принадлежит atomic ему принадлежит wilson куча гольф компаний короче это такой очень-очень-очень-очень мощный бренд и происходит разъединение adidas и соломона наверняка все помнят жесткие распродажи бренда соломон когда они как раз разъединялись с адидасом просто сливали все за три копейки и очень многие на этом наварились к сожалению это был не я но но я это помню магазина в общем развалились короче сейчас по данный момент компания соломон находится под крылом amersports и у них довольно неплохо идет рост индустрии что из себя представляет компания соломон как я уже сказал с 97 года ведется история именно сноубордического направления она причем развивается параллельно от лыжного и она никогда не было столь же могущественно как лыжная индустрия но тем не менее в маркетинг технологии вбухиваются довольно приличные средства еще одно слово про соломон соломон всегда был новатором они старались вложить достаточно приличные средства если не ошибаюсь это что-то то ли 10 то ли 20 процентов от их оборота в разработку новых материалов в исследовании свойств этих материалов и у компания соломон существует ну наверное одна из самых больших библиотек материалов то есть у них в лесах стоят какие-то там раскладушечки и они вот так вот пять лет растягивают какой-то материал и каждую неделю туда приезжая чувак и записывать что с этим материалом сделалось за тот или иной период они испытывают кучу разных новых материалов чтобы получить какое-то там специфическое свойство того или иного продукта чтобы потом внедрить его куда-то еще короче соломон в этом плане молодцы ну и все знают что у соломона очень хорошая одежда очень хорошая обувь очень хорошие сноубордические ботинки очень херовые крепления и весьма приятные сноуборды в чем приятность цель компании соломон по крайней мере как утверждает российский бренд менеджер в том чтобы делать очень хороший весомый продукт за относительно невысокий прайс какой второй бренд вы знаете примерно с такой же целью правильно ну и неправильно найдекер и я вижу эту параллель прям очень четко он выражается и в проебах и в позиционировании и в дизайнах соломон и найдекер на мой взгляд это очень 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 плотные конкуренты и сегодня мне было прям смешно мы подоставали свеже пришедшие к нам досочки найдекер инстинкт серии с альфа и бета и увидели ну очень большую разницу но об этом в самом конце там прям ух в общем друзья про историю наверное все давайте перейдем уже к самому интересному то есть к частным случаем и начну я с досочки которая называется сайт соломон сайт 2022 года майдекер мерк здесь стоит не случайно что он из себя представляет ну такой немножко у нас здесь некрасиво ободраны но я наверно не буду обдирать его дальше потому что у нас многие клиенты просят чтобы он был в пленочке вот чтобы муха на нем не сидел поэтому пленочку снимать не буду сайт это одна из самых бюджетных досок в линейке соломона и что он себя представляет это универсал начально продолжающего уровня на прогибе камрок коэффициент жесткости который указывает производитель чуть ниже среднего ну видимо это там будет четверка если же вы спросите меня какой бы жесткость я дал доске 159 ростовки сломон сайт я бы сказал что его коэффициент жесткости нихрена не чуть ниже среднего а скорее чуть выше среднего и мне он кажется что порядочка наверное ну пять с половиной шесть очень приличная жесткость таким образом самая бюджетная универсальная доска в линейке сломон получается немножко выше уровнем чем самая дешевая доска на камроке у най декера и у меня есть ощущение что там что-то просто перепуталась ибо следующая доска которая называется крафт она стоит дороже но она мягче но по характеристике у них все наоборот но опять же сейчас дойдем до этого сравнения давайте пройдемся прям по нему если мы посмотрим на профиль доски мы увидим здесь абсолютно честный камрок вот у них точки соприкосновения здесь после которого у него пойдут два рокера точно так же как и у най декера эта доска прекрасно будет херачить по трассе на ней можно покарвить на ней можно попрыгать на ней очень приятный флэт фристайл плюс она довольно неплохо проявляет себя в бэк-кантри это такой абсолютно универсальный универсал именно для тех кто не знает куда вот ему кинуться прекрасный вариант особенно за эти бабки что дополнительного есть в этой доске соломончик красавчик это наверное тоже его изобретение он вот сюда в боковую стеночку из обычного бс-пластика вставляет резиновые проставки мы где-то сноубордах всю боковую стенку делаем из этого материала а соломончик делает вставочку такую зеленую которая призвана гасить вибрацию в зоне закладных соответственно она должна ехать чуть мягче чуть приятней по разбитому склону что касается прогиба который указывает сам производитель он называется кросс профиль в данном случае это самый обыкновенный камрок и в данном случае никаких разногласий с моим понятием прогибов я здесь абсолютно не вижу то есть то что написано то и есть но вот что касается жесткости доски я не совсем согласен то здесь она указана как чуть ниже среднего но я как уже сказал считаю что она выше среднего это уже довольно приличная досочка и я бы сайт рекомендовал именно тем кто имеет приличную массу либо уже более высокие скиллы тому кому важно гонять на более высокий скоростях скользячок здесь экструдированный соответственно не ждите от него какой-то там высокой механической прочности или высоких характеристиков по отдаче парафина но удовольствие от катания на этой досочке просто гарантировано и я бы ее сравнил с досочкой найдекер мерк коэффициент жесткости мерка чуть-чуть ниже в 159 ростовки я специально сейчас ставлю близкие друг другу ростов очки чтобы мы могли сравнить их лоб в лоб в одинаковых ростов очка грубо говоря найдекер мерк это младший брат сайта но по ценнику он будет даже дороже 33 690 против 28 990 разница в 5 кусков а сайт немножко круче соответственно если вы имеете более высокую массу чем вот ну при среднем я был рекомендовал вам именно его если же вы там 180 на 80 грубо говоря и только начинаете то здесь бы выигрывал наверное мерк если вы совсем худенький мальчик или девочка то там победил бы скор а между скором и меркам как раз стоит крафт крафт стоит дороже его ценник 32 490 и теоретически он должен конкурировать как раз с найдекером меркам но крафт несколько круче если мы будем говорить о его характеристиках то здесь я начинаю тыкать безусловных профессионалов свое дело людей которые рисуют вот эти бумажечки носом в их бумажечки с чем я тут в корне не согласен во первых жесткостью компания соломон утверждает что доска крафт имеет среднюю жесткость то есть хрен с ним да там нет своих циферок и у каждой компании есть свои линейки жесткости но это значит что эта доска должна быть жестче чем это а по факту они в одинаковые ростовки я специально сейчас соберу прям идеально но я полагаю что вы видите насколько сильнее она и легче сгибается то есть если этой доске я бы поставил там шестерочку то вот это я наверно поставлю 4 4 с половиной но при этом есть некоторый диссонанс по технологиям примененным здесь есть технология popster popster это очень приятная вещь она по моему позаимствована у бертона это разница в сечении по всей доске грубо говоря она такая более живая чем все остальные и толщина всей доски будет такая идти небольшой волной у бертона если не ошибаюсь называется squeeze box но я не уверен что касается виброгашение здесь тоже есть вставки но по-моему они сделаны не из резины а из пробки не знаю что лучше гасить вибрацию соломону виднее не будут никак это комментировать короче какой-то материал который тоже гасит вибрацию возможно пробка даже лучше чем резина что еще дополнительного здесь не совсем стандартный радиус выреза и это мне очень нравится во всех досках соломон эта технология у них давным-давно она называется эквалайзер эквалайзер это когда вырез идет не чистым радиусом а сегментированно раз два три то есть такие три прямые что это дает это значит что когда вы встаете на кант закантовать свою доску и прогибайте у нее будет не очень много точек соприкосновения со склоном а раза в два меньше потому что не может такой прямолинейный кант аккуратно и ровно лечь по всей дуге соответственно где-то он будет проникать больше где-то меньше в связи с этим у вас появляется более хорошее сцепление со склоном так как точек меньше доска прорезает склон глубже таким образом это нечто такое зачаточек магна трекшн который использует соломон в своих досках и мне это кажется очень очень приятной опцией я сам на соломоне не катался по моему но у нас есть куча обратной связи что эта тема работает что касается прогиба здесь он указан как чуть более замысловатый он называется rock out кембер на картинке мы видим камрок только у которого средняя часть сделана не радиусной а типа прямой если мы посмотрим на него со стороны то особо это не бросается в глаза и в общем то он выглядит как обычный камрок это не видно . соприкосновения здесь и здесь соответственно это укороченный кембер он будет оставаться маневренным комфортным у него будет сцепление лучше чем у мерка и чем у скоро доска потрясающе на мой взгляд дизайн очень крутой с точки зрения продаж ничего выдающегося очень спокойный и большинству райдеров начально продолжающего уровня он однозначно понравится потому что он не чисто черный он не супер попугайский есть яркое пятнышко но все остальное темненькое такое ему прямо благородный молодец а учитывая его ценник в 32 с половиной тысяч рублей это без учета скидки по моему это охерительный вариант и у этой доски спеченый скользяк а у тех предыдущих был экструдированный таким образом эта доска явно выбивается в лидеры позиционирование этой доски самой компании саламу мне тоже не совсем понятно потому что ну опять же давайте сравним потому что вот эту досочку они пихают почему-то на грумерс на подготовленную трассу а это указывает что это уже б-кантри парк в сущности это одно и то же по своим характеристикам и эта доска и эта доска одинаково прекрасно будут чувствовать себя и на трассе и в б-кантри и в парке поэтому я бы делал одинаковую шкалу что здесь что здесь просто здесь есть дополнительная технология вот этого рубленого канта здесь используется пробка а не резиночка и здесь спеченый скользяк вот три пункта которым эта доска реально отличается в лучшую сторону от этой доски но если мы говорим опять же про уровень райдеров которые могут использовать то по идее вот эта бюджетная доска лучше подойдет райдерам более высокого уровня таким образом вот эта доска получать что она немножко выбивается из общей логики восприятие получается так что эта доска подороже но на райдеров более низкого уровня катания либо на более легких райдеров и вот такой вот небольшой дисбаланс который мне вот в мою логику никак не ложится то есть по идее все должно быть наоборот а сейчас я дойду до момента где мне вспоминается совершенно недавний обзор на компанию джонс и там на компанию джонс я обрушил некоторое количество критики которые некоторые из наблюдателей нашего канала оценили как мою бестактность с точки зрения типа ну кто ты такой чтобы критиковать джонс блин честно я считаю что я могу критиковать джонс потому что там реально есть такие вещи которые не сопоставимы с тем что написано на бумажке и перед тем как я досочку слип вокер не забудьте подписаться на канал порекомендовать это видео своим друзьям которые тоже увлекаются сноубордом или собираются встать на сноуборд чтобы наш канал пошел в рост еще сильнее чем сейчас буду вам за это очень благодарен и напишите в комментариях про какой бренд вы хотели бы услышать еще честную критику так уж получается что в нашей стране обзорщиков не за деньги очень мало и критики вы практически никогда не услышите и какой бы обзор какого-либо бренда вы не взяли вы практически всегда на 99 и 9 процентов услышите что эта доска охеренно эта доска охеренная херена херен они все типа охеренные и никаких недочетов нету вот типа такие молодцы на самом деле доски все могут быть неплохими но нужно понимать что вы подбираете и что рекомендуете люди и вот в данном случае как и в компании с джонс здесь есть очень много несовпадений давайте разберемся по детали что говорит компания соломон про досочку sleepwalker смотрим на то что говорит компания эта доска рекомендуется райдером от парка до джиббинга грубо говоря прыгать с трамплинов шалить на склоне я так понимаю что это все вкручивается в понятие и джиббинг джиббинг тоже захватывается на этой доске по жесткости он стоит между софт и медиум между средней и мягкой то есть грубо говоря это там четыре четыре с половиной должно быть что это rock out кембер тот же самый прогиб что и на досочке крафт rock out кембер что там и там нарисована идентичная картинка что у него есть вот этот прикольный вырез эквалайзер про которая говорил про ту доску и что здесь есть тоже squeeze box а теперь начинаем разлюбливать компанию соломон во-первых прогиб если мы кладем его на плоскость то посмотрите какой нахрен rock out кембер вот он здоровый кембер идет до самого конца вот он до сюда доходит вот две точки соприкосновения нихрена не здесь не здесь а до самого конца это чистый стопроцентный кембер ротчик для сравнения обратите внимание вот прям следующим кадром еще раз крафт тем же самым rock out кембером посмотрите на него вот его точки соприкосновения вот отсюда то есть ну сантиметров 12 после закладных у него идет рокер на часть и это правильно это правда это очень крутой прогиб для того чтобы вот веселиться везде абсолютно это гибридный прогиб когда же речь у нас идет о слип воркере здесь идет сто процентный просир и неправдивая информация о доске пункт 2 берем досочку и пытаемся его прогнуть это 158 войдовая досочка производитель напомню говорит что это в районе четверки мне кажется что здесь не менее шести и если мы прогнем вот эту досочку и вот эту то они будут очень похожи друг на друга таким образом производитель не попадает в свои характеристики второй раз но и третий косяк это уже как следствие первых двух то есть грубо говоря парк и джибинг на этой доске будет ну ну вообще никуда идеальным вариантом доски для джибинга всегда были очень мягкие досочки с минимальной торсионной жесткостью а доска слип уокер это охренительный вариант для катания по трассам для карвинга для прыжков с больших трамплинов то есть парк сюда можно вписать но такого высокого уровня это не любительский вариант короче эта доска совсем не про то что написано на обратной стороне и таким образом я скажу что не все йогурты одинаково полезны и абсолютно бессмысленно уповать на то что указывает своих табличках сам производитель из плюсов которые имеет эта доска здесь опять же есть вставочки которые отвечают за гашение вибрации скользяк здесь экструдированный то есть он относительно бюджетно его очень легко починить но у него нет такой хорошей отдачи парафина и он меньше в парафина впитывать соответственно парафинить его придется немножко чаще короче эту досочку позиционирует как игривую досочку для парка и для любителей пошалить на склоне я с этим несколько не согласен и считаю что это доска достаточно агрессивная она больше подойдет райдерам которые катаются давно хорошо и понимает что нужно делать с доской на высоких скоростях да тут наверное можно подытожить у них еще есть прекрасные популярные в сша в европе досочки как в элен и ассасин ассасин про мы их не заказываем потому что они идут сугубо на фристайл это под большие трамплины и под жесткий стрит и джиббинг на вели он будет подняты канты смысле вот 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 в этой плоскости они будут загнуты как ложка только по всей доске это сделано для того чтобы у вас было меньше шансов в чикнуть в перилку или в слайдбокс она реально хороша для джиббинга она безопасна причем дает хороший контроль но мы ее не заказываем потому что количество джибберов в стране у нас на один квадратный километр 001 джиббера соответственно просто не вижу в этом смысла если бы у нас было много парков много перил то конечно бы мы бы ее заказывали неплохая доска ассасин на мой взгляд абсолютно бессмысленным по своей цене если уж мы заговорили про качество они делаются все на одном и том же заводе в китае был какой-то сезон что соломоны делались вместе с бариалисом и частью дорогого найдекера в тунисе в африке вот все эти доски точно сделаны в китае полагаю что ассасин скорее всего тоже там но прям вот ручаться не буду нужно посмотреть на них где именно написано в каталогах к сожалению они не указывают это а у меня не было времени побегать по другим магазинам посмотреть что там написано короче все китайцы это завод медитек качество медитека мне очень нравится если брать даже всю линейку найдекера тот который сделал на медитеке в китае мне нравится гораздо больше чем швейцарский или тунисский просто как обратная связь от меня по статистике и по количеству брака на этих конторах подошли к двум охренительным доскам они оба из подразделения фрирайда но имеют довольно понятны отличия друг от друга супер 8 и dancehall про них уже снята куча видосов куча обзоров и все райдеры которые на них катались их прям восхваляют опять же я не катался но я почти уверен что эта информация правдивая по всем геометрическим показателям доски прямо офигенно начну я наверное с досочки супер 8 это доска сделана на очень интересном прогибе который редко встречается в линейках разных брендов это с одной стороны кембер но кембер у которого вот эта топовая точка кембера который находится между контактными точками этой доски она смещена от центра назад очень прикольно очень оригинально и выглядит хорошо и смыслом эта доска наполнена эта доска позиционируется самой компании соломон как досочка направленная для высокоскоростного катания по трассе и для хорошего всплывания в пухлом снегу что касается всплывания я я скажу что она здесь прям не супер-супер но вполне себе наверное что-то похожее на джон стратос в данном случае у меня 151 ростовка 30 на носу и 29 и 4 на хвосте то есть разница между носом и хвостом не такая большая так называемый тейпер но за счет вот этого направленного прогиба и сэдбэка сэдбэк кстати довольно приличный то есть но здесь явно длиннее чем хвост в частности 48 спереди и 37 с половиной сзади разница аж в 10 сантиметров это довольно прилично за счет этого она будет всплывать и вот эта геометрия с одной стороны кембер на но с другой стороны направлены она будет говорить о том что вы будете как бы встречать все неровности и какие-то шероховатости трассы довольно далеко нажав на весовой прогиб даже немного вы увидите что он становится прям плоским в этой части и соответственно вы будете заранее знать чего вас ждет вот за бугром на такой доске очень комфортно обрабатывать разбитые в к вечеру трасса если вы хотите ввалить на хорошей скорости такая доска подходит чуть ли не лучше чем какая-либо другая это не совсем тот прогиб который делает май дейкер на своей инстинкт бета серии там все-таки камрок но они будут очень похожи и мне кажется что компания май дейкер создала эту доску специально для того чтобы противопоставить ее супер восьмерке супер 8 это зарекомендованная доска она выпускается до дохренища лет она даже в рентальной серии есть она прям очень-очень хорошо заходят людям и най декера свербит в заднице и он хочет каким-то вот образом сделать аналог этой супер восьмерки только под своим брендом и тадам инстинкт ну практически то же самое если даже мы положим друг на друга эти доски они будут ну максимально близки а вот этот вырез в хвостике мне кажется что он больше для отвода глаз чем реально для того чтобы вот что-то сделать если сравнить их по сетбэкам то вот здесь мы будем 54 мете здесь 38 даже если грубо вычислив мы понимаем что сетбэк у этой доски чуть больше соответственно можно сказать что инстинкт бета будет несколько более всплываемой доской но на трассе она будет чувствоваться менее скоростной что касается усиления карбонового один в один они прям вот положили абсолютно те же самые карбоновые жилы что на этой доске что на этой так как они все разъединены торсионная жесткость и на той и на другой доске должна быть не слишком высокой то есть он не делает ее дубовой это доска остается игривой но продольный всплеск вот этой энергии когда вы выпрыгиваете с соль и она будет высокой что на этой что на этой я считаю что соломон будет более олиспособным потому что хвоста у инстинкта будет очень мало соответственно если вы предпочитаете скоростное катание с возможностью где-то выпрыгнуть то сало понравится вам больше а если вам нравится доска для лучшей всплываемости то бета инстинкт серии будет несколько прикольный что еще я заметил очень интересная вещь про нее в каталогах нигде не написано бета делается официально с ложкой если мы возьмем и положим линеечку на бета серии в эту ложку сразу же увидите да вот отсюда начинается идет вперед это такая заявочка на противостояние с досочками джонс джонс явно в этом противостоянии будет проигрывать потому что все-таки это китай а не арабские эмираты и ценник здесь явно приятнее чем у джонс что касается коэффициента жесткости у инстинкта коэффициент жесткости будет наверное в районе шестерки семерки и в общем-то эта доска будет очень близка к страте которая стоит ну мягко говоря подороже вернемся к соломону соломон нигде не пишет о том что у него есть ложка но если вы пройдете по доске соломон вы увидите что у нее тоже есть ложка про которую они ни хрена не говорят но в сущности эта доска тоже будет очень мягко входить в повороты она не будет вас напрягать как полноценный чистый кембер как тоже там кастом x какой-нибудь она будет хавать часть препятствий и она несколько мягче чем инстинкт серии комфортная в то же время скоростная упругая всплываемая и очень предсказуемая доска я от души рекомендую всем супер восемь для тех кому не важно иметь какую-то там супер пафосную доску но который хочет получить хорошие рабочие характеристики офигенно универсальной доски но без возможности особо прыгать и вращаться а больше скорее для скоростного катания для карвинга и для всплывания в пухлом снегу максимально комфортная доска прямо вот прелесть что касается карвинга да давайте-ка я вам скажу по талиям это у нас 151 ростовка и в 151 ростовки ширина талия 254 сантиметра это ну в общем то с одной стороны не очень много но опять же за счет этого она остается живой он на ней очень легко перекантовываться а если мы будем смотреть на ростовки повыше то она доходит до 268 в 166 ростовки 266 в 163 это очень приличный талия соответственно обладатели даже там 47 48 размера ноги будут чувствовать себя весьма и весьма уверенно на этой модели доски дизайн спокойный ничего такого выдающегося кстати по дизайну я бы наверное поменял их местами с дэнс холлом потому что вот эта доска в сравнении с дэнс холлом по идее должна быть более скоростной а дэнс холл он более веселый давайте перейдем к нему дэнс холл это уже чуть ли не визитная карточка соломона она завоевала сердца куча райдеров именно тем что это мега универсальный снаряд для фана на склоне для прыжков для мелкорадиусных поворотов и конечно же для веселья в пухлом снегу она сочетает себе вот кучу этих моментов и как раз вот этот прогиб будет очень похож на инстинкт серию и альфу и бету это полноценный камброк то есть это от самого конца уходящий кембер вот до этой точки и после нее уже идет рокер здесь будет гораздо шире талия если мы будем сравнивать супер 8 и дэнс холл то в среднем на каждую ростовку дэнс холла это плюс один сантиметр в каждом из измерений если там у нас талия была 254 151 это у нас 152 и у нее 264 то есть сантиметр мы прибавляем в талии здесь у нас ровно 30 к в хвосте и 31 в носу разница между хвостом и носом в сантиметр она дает возможность ну очень хорошо всплывать а общая площадь этой доски будет соответствовать супер восьмерки только не 51 а скорее наверно где-то 56 так скажем то есть эта доска всегда выбирается меньше ростовки чем супер 8 если вы думаете между двумя этими моделями то этого рассматривать на единичку больше а эту на единичку меньше в принципе здесь и ростовочка не особо много 157 самая большая производитель говорит что она рассчитана на массу от 70 до 100 внимание пяти килограмм 157 до ста пяти килограмм если честно я не совсем верю что эта доска сможет вывести 105 килограмм в пухлом снегу я бы давал ну и и килограмм до 90 наверно край это знаете так как бы немножко сомневаюсь в том что она все-таки выплывет и выйдет 105 это уж прям ну до хрена если бы у них была ростовочка 161 162 я бы конечно лучше и и предлагал еще нужно сказать что здесь маленький радиус и эта доска не столь скоростная сколько веселая на маленьких ходах и на маленьком радиусе естественно если вы на слишком высокой скорости зайдете вас как бы выкинет из этой дуги а на малых и средних скоростях вы будете получать кайф а вот это вот вырезки по склону без какого-то страха набрать слишком высокую скорость коэффициент жесткости этой доски производитель указывает как серединчок то есть она должна быть пятерка я бы сказал что наверно даже чуть мягче чем 5 4 4 с половиной наверно край она реально очень мягенькая если мы посмотрим на жесткость носа и отдельно хвоста то видно что нос явно мягче но не столь разительно как на некоторых других производителях то есть если его сегментировать то серединка у нас будет как раз там в районе пятерки коэффициент жесткости носа я бы сказал будет четверка хвост у нее будет в районе 6 такой их грамотный средний взвешенный я бы сказал классический flex по направленной доске но за счет того что она широкая есть сетбэк он здесь 10 сантиметров если не ошибаюсь офигенно всплывающая веселая фановая доска прям люблю дэнс-холл хотя ни разу на нем не катался но мне бы эта доска доставила больше удовольствия чем супер 8 потому что я не люблю скорость а я люблю крутиться вращаться и при этом иметь возможность гасить по пухлому снегу вот такой замечательный универсал на флэт фристайл на легкий карвинг не скоростной и на фрирайдные свойства что касается усиления дэнс-холла но тут прям по геометрии понятно что сюда нужно ставить продольное раз уж все продольное то и карбоновые волокна тоже будут стоять продольным таким образом мы погнули досочку супер 8 и дэнс-холл и не обнаружили между ними какой-либо разница такой ощутимый в руках но так как эта доска все-таки на сантиметр шире я склонен полагать что торсионная жесткость этой доски будет выше потому что рычаг мы прикладываем больше а разницы никакой нету а он шире соответственно карвить они будут примерно одинаково что-то что это но за более широкой талии сюда можно ставить большие сапоги и не рисковать тем что вы будете дотрагиваться носом или пяточкой своего ботинка в полном карверском угаре вот такие дела у нас друзья спасибо за просмотр этого относительно быстрого короткого и поверхностного ролика конечно же это не вся линейка и я бы возможно хотел рассказать о каждой доске более подробно но у нас их всего 5 на данный момент на следующий год мы заказали досочек соломон несколько больше потому что мы чувствуем что на них есть тяга спрос они приятные по ним минимум брака поэтому увидимся в следующем году на той же самой теме соломон snowboards 2023 а пока что пока пока катайтесь не падайте увидимся в гетто или в онлайне пока небольшой по скрипту у нас этих досок не было в обзоре найдекер поэтому вставлю их в соломон если вы хотите аналог дэнс холла но от майдекера то инстинкт альфа это как раз будет очень очень близкий аналог того же дэнс холла здесь мы также видим камрок с передней точкой касания вот здесь здесь вы получаете приличный нос она чуть чуть более скромно по своей геометрии не настолько широкая как он соответственно быстрее перекантовывается но в остальном она будет опять же очень 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 сильно походить на дэнс холл и здесь есть ложка в носу довольно приличная соответственно ну лайтовость входа в поворот и вот этот мягкое комфортное всплывание в пухлом снегу на альфе будет несколько приятнее чем на дэнс холле но катание по подготовленной трассе с прыжками с карвингом и с такой агрессией так скажем на дэнс холле будет немножко немножко лучше альфа тоже прекрасный вариант за свои бабки 38000 рублей без небольшого это без учета скидок по-моему это прям охренительно